В Казани прошла общенародная акция «Бессмертный полк». Наша армия воевала против фашистов. У меня есть семьи, три прадеда, которые воевали против нацистской Германии. Они освободили и Югославию, и Венгрию. И все-таки Европа, так как я из этого континента, то есть она должна помнить. Студенты Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета стали победителями чемпионата в сфере высокотехнологичного бизнеса. По объективным, можно сказать, причинам проект удался просто потому, что есть победа. Жюри там высоко оценило работу и прочее. Но вот с точки зрения, наверное, субъективной, конечно, что-то, наверное, как всегда, хочется сделать получше, покруче, побыстрее и так далее. Всем привет! В эфире Univer News, а в студии Сабина Хасанова. Правительство России впервые присудило премию имени Петра Великого отечественным деятелем науки. Распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина, научный руководитель кафедры исламской цивилизации, Института международных отношений Казанского федерального университета Виталий Наумкин награжден премией за заслуги в области укрепления международного авторитета России, директор Института законодательства сравнительного правоведения при правительстве России и выпускница юридического факультета КФУ Тельеха Бриевой. Премия присвоена за заслуги в сфере укрепления правового государства. Со дня победы в Великой отечественной войне прошло 77 лет, но боль утрат уже никогда не покинет сердца людей. Ежегодно все неравнодушные граждане присоединяются к общенародной акции «Бессмертный полк». 9 мая на центральных улицах Казани состоялось шествие акции «Бессмертный полк». К колонии идущих традиционно присоединился и Казанский федеральный университет. Место сбора чтущих память героев было организовано на улице Карла Маркса, а резервными точками входа стали пункты на улицах Нужин и Астрономической у Казанского федерального университета. Сотни тысяч людей со всей Казани и ближайших городов Татарстана прошли по значимым местам города. Гордо держа в руках фотографии дедушек и бабушек, родственников и просто близких людей. Сегодня мы все собрались, собрались студенты, преподаватели, чтобы пройти в едином строю со всем народом России, показать свою солидарность, вспомнить тех, кто ушел от нас, кто защищал нашу Родину. Сегодня в «Бессмертном полку» фотографии тех людей, кто сделал все для того, чтобы мы сегодня жили счастливы, чтобы над нами сияло солнце, чтобы у нас была хорошая жизнь. Традиционно наше университетское сообщество ежегодно объединяется. 9 мая принимает участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», когда мы всем нашим коллективам дружным принимаем участие в нашей акции, которая проходит на территории города Казани. В этом году после двухлетнего перерыва жители смогли вновь окунуться в атмосферу единства и оказать уважение подвигу прадедов. Длина маршрута составила 2,7 км, где конечной точкой стала площадь Тысячелетия. Именно там и прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Наша армия воевала против фашистов. У меня есть семьи, три прадеда, которые воевали против нацистской Германии. Они освободили и Югославию, и Венгрию. И все-таки Европа, так как я из этого континента, то есть она должна помнить все, что сделала советская армия в это время, потому что она практически спасла весь мир. Это мой дедушка, Коновал Фадим Алексеевич. Он выпускник Казанского университета. Ушел в июне сразу же вместе со студентами на практике и пропал без вести. Вероятно, под Москвой, потому что последнее от него письмо пришло в октябре 1941 года из-под Москвы. Также немаловажно, что среди участников Великой Отечественной войны было немало преподавателей, сотрудников и студентов Казанского университета, которые в первые дни войны отправились на фронт добровольцами. Казанский федеральный университет чтит память павших и ежегодно присоединяется к шествию акции «Бессмертный полк». Карина Саяхова, Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Университет. Студенты Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета стали победителем чемпионата в сфере высокотехнологичного бизнеса. О ком проекте идет речь, узнавала наш корреспондент. Для чемпионата в сфере высокотехнологичного бизнеса студенты Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ создали проект NFT Price Predictor, которым попытались предсказать цену на NFT-токены. NFT-токен – это способ перевести уникальные предметы из реального мира в блокчейн, огромную цепочку блоков, каждая из которых содержит информацию. Каждая из этих токенов неповторим, неразделим и существует в единственном числе. В финале чемпионата свой проект представила команда Валува. Обойдя другие команды, они выиграли 200 тысяч рублей и редкие NFT. Были сложности в реализации, и хочу сказать, что эти сложности связаны не с каким-то отсутствием знаний или опыта, а непосредственно с такой вот технической, скажем так, организационной частью, которая связана с организаторами этого конкурса. Дело в том, что вот эта компания Rarible, которая предоставляла свой ресурс, у них были ограничения, которые заключались в том, что условно мы не могли получить всю информацию об этих NFT. И за счет этого приходилось ждать, приходилось подолгу ждать, просто пока у нас соберется вот эта вся информация для дальнейшего непосредственно прогресса. Fistech Business Solution – это соревнование между студенческими командами по решению реальных задач в сфере Web 3.0. Основная идея проекта – выделение ряда атрибутов NFT-токена. История транзакций, сделанные ставки на аукционе, редкое свойство NFT-токена, количество трансферов, начальная цена, история листингов, репутация продавца и коллекции, статистика, капитализация, количество токенов. Ребята произвели парсинг порядка 80 тысяч отфильтрованных NFT. По объективным, можно сказать, причинам проект удался, просто потому что есть победа, жюри там высоко оценила работу и прочее. Но вот с точки зрения, наверное, субъективной, конечно, что-то, наверное, как всегда, хочется сделать получше, покруче, побыстрее и так далее. Будет ли данный инструмент полезен компании и внедрен в работу, покажет время. В будущем победители планируют следить за реализацией проекта и доработать минимально жизнеспособный продукт, увеличить скорость алгоритмов, использовать сами NFT-картинки, видео, аудио как признаки для модели и добавить дополнительные метрики. Маргарита Михайлова, Елизавета Никитина и Александр Кузнецов. Универ-Ньюс. Строительство Волжского оборонительного рубежа объединило советский народ перед лицом немецкого захватчика. Рука об руку около трех месяцев трудились жители трех автономных республик Марийской, Чувашской и Татарской. Спустя 80 лет историки и краеведы встретились на площадке Института международных отношений, чтобы раскрыть неизвестные страницы истории. Все подробности в следующем сюжете. В Институте международных отношений состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, организованная при поддержке российского исторического общества. Мероприятие приурочено к 80-летию строительства Волжского оборонительного рубежа. Это событие стало одним из ключевых годов Великой Отечественной войны. Благодаря нашему сотрудничеству мы провели очень большую работу. И сегодня вот этой научно-практической конференции и большим красочным мероприятием филармонии мы завершаем наш совместный патриотический марафон, который проходил в марте, в апреле, в мае на территории Чувашии и республики Татарстан. Оборонительный рубеж длиной более 300 километров строился около трех месяцев. Трудовой подвиг тружеников тыла внес весомый вклад в дело победы. Строительство Волжского рубежа объединило советский народ перед лицом немецкого захватчика. Сегодня это не только научный форум, это еще и дискуссии, это и общение коллег. И самое главное, это проходит в те дни, когда вся страна в едином подъеме отмечает великий праздник нашей победы, победы над нацизмом, победы над фашизмом, уроки которого, к сожалению, мы проходим и сейчас. Поэтому тема сегодняшнего форума не только актуальна, она очень важна и принципиально. И связано это еще и с тем, что Казань, как вы знаете, является городом трудовой доблести. Конференция стала площадкой для профессиональных историков и краеведов, научных работников, преподавателей образовательных структур всех уровней и аспирантов. В ходе мероприятия участники обсудили трудовой героизм советского народа и затронули неизвестные страницы истории. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Советский ученый Казанского университета Семен Александрович Альцшулер исследовал ядерный магнитный резонанс на протонах воды. Об открытии великого ученого смотрите далее. Советский ученый Казанского университета Семен Александрович Альцшулер исследовал ядерный магнитный резонанс на протонах воды. Об открытии великого ученого смотрите далее. Семен Александрович Альцшулер. Советский физик, профессор, член организации ученых. Его имя неразрывно связано с открытием магнитного резонанса и развитием нового направления в современной физике магнитной спектроскопии. В 1932 году он окончил Казанский университет. В первые дни войны вступил добровольцем в ряды Красной армии. С 1955 года Альтшуллер занял должность профессора Казанского университета. В 1952 году Семен Александрович предсказал и развил теоретические идеи акустического парамагнитного резонанса. Этот результат принес ему широкую известность и лег в основу нового направления – квантовой акустики. Семен Александрович признан автором научного открытия «Явление резонансного поглощения звука в парамагнитиках», которое занесено в государственный реестр открытия СССР – приоритет. На этом все. В студии была Сабина Хасанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!